Отец, во имя Господа Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе и прославляем за Слово Божье. Это Слово Живого Бога. Отец, и мы приходим перед Тобой сегодня с ожиданием, потому что мы молимся во имя Иисуса, и потому что Твое Слово было послано нам. Поэтому мы ожидаем результатов. Мы ожидаем самого лучшего. Ты самый лучший. Твое Слово самое лучшее. Твой Дух самый лучший. Все самое лучшее принадлежит нам. Аллилуйя! И Отец, я по-прежнему слушаю это в своем разуме и в своем духе сегодня вечером. Как я услышал это сегодня утром. Когда там есть Иисус, оно лучшее. Все лучшее, когда Иисус есть в этом, на этом, вокруг этого и для этого. И Он для нас и за нас. О, слава Богу! Он сегодня в этом здании. И мы молимся. И мы простираемся ко всем тем, кто смотрит нас по телевизору, по спутниковым каналам, ко всем, кто смотрит нашу передачу, ко всем, кто присоединился к этому служению через интернет. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу. Была установлена божественная связь. И мы прославляем Тебя. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Вы можете садиться. Если у вас есть с собой Библия, я хочу, чтобы вы открыли ее на 51 главе Исаии. Я прочитаю сегодня несколько мест Писания. Вы освободите свою веру вместе со мной сегодня. Во имя Господа Иисуса Христа. Исаия, 51 глава. Начиная с первого стиха. Послушайте меня, стремящиеся к правде или праведности. Да, это я, слава Богу. Ищущие Господа. О, да, ты обращался ко мне, не так ли? Взгляните. Послушайте меня, стремящиеся к праведности, ищущие Господа. Взгляните. Да, спасибо тебе, Господь. Стремящиеся к праведности, ищущие Господа. Я скажу вам, куда смотреть. Разве не это Он сказал? Стремящиеся к праведности, ищущие Господа. Что сказал Иисус? Ищите прежде Царства Божьего и правды или праведности Его. Поставьте это на первое место. Итак, послушайте меня, послушайте меня, стремящиеся к праведности, ищущие Господа. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Давайте узнаем, что является благословением Авраама, и затем определимся с этим. Аминь. Давайте узнаем из Слова Божьего, от Бога, что является этим благословением Авраама. То же ли это самое благословение, которое Бог высвободил в Эдемском саду? Давайте здесь немного поразмышляем над этим. Слово Божье говорит во второй главе Бытия. «До того, как там было какое-либо семя, до того, как какое-либо семя было посеяно на земле, Бог взял с небес семя всякого растения, и Он насадил сад на востоке Эдема и поместил в этот сад человека. И Господь Бог заставил это семя расти. Господь Бог заставил этот сад расти. Господь Бог заставил его расти. Библия говорит, что не было человека для возделывания земли. Поэтому Бог вырастил его. Как Бог вырастил его? Что ж, нам нужно это знать. Аминь. Это было семя с небес. Что такое небесное семя? Я имею в виду, что небесное семя будет приносить небесный урожай, верно? Позвольте спросить у вас следующее. Стало ли Слово Божье плотью и обитало с нами? Вы имеете в виду, что Слово стало плотью? Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, «И без Него ничто не начало быть, что начало быть». Или ничто, никакая вещь, которая начала быть, не начало быть без Слова, без Его Слова. Аминь. Итак, оставайтесь здесь со мной. Бог своими словами сотворил небеса. Иначе откуда они появились? Он что, в одно прекрасное утро просто проснулся на них? Ну, брат Копланд, если он сотворил небеса, что было там до этого? Я не знаю. Но я планирую в один прекрасный день спросить его об этом. И это подводит к другому месту Писания, которое должно идти прямо сюда, потому что сегодня мы определяемся здесь с кое-чем раз и навсегда. Когда вам больше не придется снова даже думать об этом. Это то, как оно есть. Аминь. Все. Все вещи. Скажите вещи. Итак, мы начали с ничего. Никакой вещи. То есть, в данном случае ничего и все будет означать одно и то же. Не так ли? Ничто, что было сотворено, не было сотворено без него. Без его слова. Все было сотворено для него и им. Это соединило вместе некоторые интересные вещи. Не так ли? Все было сотворено для него и им. Хорошо. Я действительно хочу, чтобы вы ухватились здесь за эту связь между небесами и землей. Самими небесами. Небесами. Святым городом Бога. Аминь. И этим естественным физическим миром. Потому что они соединились там, в первой и второй главах бытия. Бог, который сотворил небеса, проговорил. И было сотворено все материальное. То есть, все материальные вещи пришли от его слова. Его слово было семенем для всего, всех вещей. Итак, он взял небесное семя. Но подождите минутку. Есть ли на небесах какие-то деревья? О, да. Аминь. Есть ли на небесах какие-то другие растения? О, да. Да. Итак, те деревья на небесах. Возьмем деревья в качестве примера. Там сказано «всякое дерево». Всякое дерево и всякая полевая трава. Вторая глава бытия, которых еще не было на земле. Он взял семя и посеял его на земле. Не было человека, который мог бы их вырастить. Поэтому их вырастил Господь Бог. Давайте просто для удобства и для нашего мышления, чтобы мы все думали об одном и том же, давайте возьмем, к примеру, «дерево». 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 О каком дереве? О каком дереве вы бы хотели, чтобы мы сегодня поговорили? Выбирайте. «Сосна». Это сосна. Очевидно, на небесах есть сосны, иначе сосен не было бы на земле. Поскольку семя для сосны зародилось на небесах, как Слово Божье. И затем он взял это семя от этого дерева и посеял его на земле. «Мы движемся теперь здесь вместе?» Итак, не было человека, чтобы вырастить это. Поэтому сказано, что Бог его вырастил и поместил в этот сад человека. Ну, подождите минутку. То есть Бог сотворил человека, чтобы человек заботился об этом саде. Да, не так ли? Бог, как только он все закончил, он почил. Другими словами, он не будет здесь что-то еще сеять. Теперь сей должен был человек. Бог не будет здесь что-то еще выращивать. Теперь человек должен был это выращивать. Но без Бога человек не может заставить это расти. Поэтому, если Бог собирается сделать человека ответственным за это, Бог должен будет дать ему Бог должен будет дать ему свой шланг для полива или что бы там ни было. Бог справедлив. Поэтому то, что Бог дал Адаму, должно было предназначаться для продолжения этого сада. Он посеял там эти семена не для того, чтобы они там просто вымерли. Итак, Бог посеял первое семя и Бог заставил его расти. Полагаете ли вы, что через какое-то количество лет Бог планировал, что эти семена наконец отомрут? Нет, там не было никакого проклятия, чтобы заставить их отмереть. Поэтому я хочу обратить здесь ваше внимание на совершенную волю Божью. Бог планировал, что Эдемский сад будет самым худшим состоянием, с которым когда-либо столкнется этот человек, что с этого момента оно будет становиться все лучше, лучше, лучше и лучше. И лучше. Насколько лучше? Несравненно больше всего, чего он мог попросить или о чем мог помыслить, потому что пока еще не приходило то на сердце человеку, не видел того его глаз и не слышало уха, что Бог приготовил любящим его. Нам много превосходит что-либо из того, что мог постичь наш разум. Но нам Бог открыл это духом своим. Аминь. Слава Богу. О, я так воодушевился от своей проповеди. Слава Богу. Аминь. Я так рад, что я пришел сегодня сюда. Слава Богу. Аллилуйя. Но оставайтесь сейчас здесь со мной, потому что мы соединяем вместе некоторые вещи, и вы будете рады, что мы это сделали. Итак. Возделывание земли и выращивание его должно было быть в мышлении Бога в точности тем же самым, что использовал Он, чтобы выращивать его, заставлять его расти, поскольку это Божьи семена, это небесное семя. Если человек должен будет быть ответственен за это, если оно будет продолжаться так, как Он это сотворил, тогда та же самая сила, которую Бог сотворил, это должна быть предоставлена в распоряжении человека. Аминь. Поэтому, когда Он сказал, когда Бог благословил их, говоря, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, наполняйте ее, наполняйте ее чем? Идемским садом. У нас есть географические границы этого сада, записанные в Слове Божьем. Это ориентировочно поблизости с Ираком. Идемский сад не покрывал всю землю. Когда Адам вышел из этого сада, вокруг все было не так уж славно. Нужно было поработать. И это благословение, или то, что мы называем главным благословением, что Писание называет главным благословением, фактически, в самый первый раз, когда использовалось это слово, когда говорится, что Бог благословил их, сказано, что Он провозгласил их. Он сделал то же самое, что Он сделал. Он высвободил здесь на них свое слово, не так ли? Размножайтесь! Это означает, что была высвобождена сила размножаться на Божьем уровне. Плодитесь! Это означает переносить плод. Разве не это делают деревья? Разве не это делают растения? Они что-то приносят. Почему? Это семя дает жизнь. Поэтому я веду здесь к следующему, чтобы мы с вами понимали. По крайней мере, по существу, мы все здесь с вами одинаково понимаем Эдемское благословение. Итак, что я хочу знать, и что необходимо для нас знать посредством Слова Божьего, было ли благословение, пребывавшее на Аврааме тем же самым благословением? Это важно знать. Мы сейчас здесь, в 51-й главе книги пророка Исаия. Давайте снова начнем это читать. «Послушайте меня, стремящиеся к правде или праведности, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы истечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Итак, вот библейское определение благословения, пребывавшего на Аврааме. «Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его как рай, и степь его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. благословение». Это то же самое благословение. Аминь. Оно должно быть тем же самым благословением, потому что благословение было и является совершенной волей Божьей для всех людей на все времена. Эдемский сад. Я имею в виду, что это первая вещь, которую Бог сделал для человеческой семьи. Аминь. А Бог когда-либо изменяется? Это была Его совершенная воля для всех людей на все времена. Аллилуйя. Если она ей была, она по-прежнему ей является. Поэтому теперь мы видим, когда говорим о главном благословении. Вот о чем мы говорим. Вот о чем мы говорим. Когда мы говорим о разнице между просто благословением и главным благословением. Это главное благословение. И все благословения стоят под ним. Нет благословения вне главного благословения. поскольку именно главное благословение его и производит. И в 28 главе книги Второзакония, вы должны понимать, Моисей учил людей, которые ничего об этом больше не знали. Они были в Египте 400 лет. И они не были в плохих, тяжелых обстоятельствах все 400 лет. Только лишь последних порядка 40 лет они находились под пятой, под гнетом фараона, который забыл Иосифа. Но до этого времени они жили очень даже неплохо. И зачастую это хуже, чем жить плохо. Потому что, когда они жили под Египтом, они в конечном итоге начали есть, как Египет. Они начали жить, как Египет. Они говорили на египетском языке. И они пришли к тому, что благословение фараона было важнее благословения Авраама. Они прожили так более 300 лет, и затем попали под железную питу. То есть последние 40-50 лет жизни там, в Египте, были просто адом на земле. Что ж, они были освобождены оттуда. И вот теперь, когда вы говорите благословение, когда они слышали слово «благословение» и то, что имел в виду Бог, когда Он сказал «благословение», было двумя разными вещами. И точно так же было и с церковью, поскольку мы позволили этому миру проникнуть церковь. Мы создаем церковь почти по их правилам, а затем просим Бога благословить это. Поэтому Моисею пришлось записать. Богу пришлось сказать Моисею, Он сказал «поставь там большие камни и напиши это такими большими буквами, чтобы все могли это видеть». Поэтому они использовали две горы «гору проклятия» и «гору благословения». И Бог сказал «и так я предлагаю вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Вы выбирайте. Если вы собираетесь идти со мной, тогда избирайте жизнь, чтобы жили вы и ваши семьи». Вы избирайте жизнь. Аминь. И затем Он изложил главное благословение, перечисляя одно благословение за другим, чтобы они могли понять, чем являлось и является главное благословение. Аминь. И затем Он изложил проклятие, перечисляя одно проклятие за другим, чтобы они могли понять разницу. И многое из того, во что они были вовлечены в Египте, считая это благословением, было проклятием. Но Бог все это прояснил. И благодарение Богу, оно есть у нас сегодня. Когда я могу избрать благословение. Слава Богу! Я благословлен при входе, я благословлен при выходе, я благословлен в городе, я благословлен на поле. Слава Богу! Отец во имя Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. И прославляем за Слово Божье. Это Слово Живого Бога. Отец, и мы приходим перед Тобой сегодня с ожиданием. Потому что мы молимся во имя Иисуса. И потому что Твое Слово было послано нам. Поэтому мы ожидаем результатов. Мы ожидаем самого лучшего. Ты самый лучший. Твое Слово самое лучшее. Твой Дух самый лучший. Все самое лучшее принадлежит нам. Аллилуйя. И отец, я по-прежнему слышу это в Своем разуме и Своем Духе сегодня вечером, как я услышал это сегодня утром. Когда там есть Иисус, оно лучшее. Все лучше, когда Иисус есть в этом, на этом, вокруг этого и для этого. И Он для нас и за нас. О, слава Богу! Он сегодня в этом здании. И мы молимся, и мы простираемся ко всем тем, кто смотрит нас по телевизору, по спутниковым каналам, ко всем, кто смотрит нашу передачу, ко всем, кто присоединился к этому служению через интернет. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу. Была установлена божественная связь. И мы прославляем Тебя. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Вы можете садиться. Давайте обратимся сейчас к первой главе «Послание к Ефесянам». Мы будем смотреть на Авраама. «Послание к Ефесянам». Первая глава. И мы начнем читать с первого стиха. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа. «Благословивший нас». Здесь апостол Павел сталкивается с похожей проблемой. Поскольку он учит и проповедует и духовно наставляет людей, которые никогда не слышали о главном благословении. они ничего не знали. Они пришли из мира. Они пришли из других систем. Аминь. Поэтому они ничего не знали о благословении Авраама. И это было его проблемой. Именно это он и был призван сделать. Не только привести их к рождению свыше, но как только вы привели их к рождению свыше, что вы будете с ними делать? Я имею в виду, что есть что-то большее, чем просто спастись и продолжать жить разбитыми и избитыми еще 40-50 лет, пока вы не умрете и не пойдете на небо. Есть что-то большее. Итак. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Это означает, что Он избрал нас в Нем еще до того, как был насажден Эдемский сад. Еще до того, как был благословлен Адам. Здесь говорится, что Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Он дал все нам это еще до того, как Он это сделал. Это в такой же мере принадлежит нам, как оно принадлежало Адаму. Неудивительно, что Он потратил последние 6 тысяч лет на то, чтобы вернуть это обратно. Фактически, даже больше времени, Он начал возвращать это обратно в тот день, когда Адам согрешил. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас или принял нас. Скажите, я принят. Это что-то хорошее. В возлюбленном, в котором мы имеем искупление. в котором мы имеем искупление. В котором это в ком именно? В Иисусе. В Себе через Иисуса Христа. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. и то, что Господь положил мне на сердце дать вам, за что Он желает в Своем сердце, что вы сегодня ухватились, это следующее. Мы искупленные и мы наследники, в котором мы имеем искупление кровью Его. Вы Его имеете? Тогда скажите это. Я имею искупление кровью Его, поэтому Я искупленный и Он, и Его кровь, мой искупитель. Итак, схватитесь за это. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Мы искупленные. Давайте обратимся к третьей главе послания Галатам. Галатам третья глава. Первый стих. О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начавши духом, теперь оканчиваете? Или стали ли вы совершенными? Достигли ли вы зрелости посредством закона? Или считая, что вы можете принести естественную физическую жертву и привлечь внимание Бога? И Он что-то для вас делает? Он делает? столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли законы сие производит? Или через наставление в вере? Произошло ли это потому, что кто-то пришел сюда и учил и проповедовал дела и закон Ветхий Завет? Или же это произошло среди вас, когда Я пришел сюда и проповедовал вам главное благословение? И вы поверили в это? Я проповедовал вам Иисуса, воскресшего из мертвых, и Бог использовал это как подтверждение. Так Авраам, о, подчеркните это, поскольку фактически это название моей проповеди. Как Авраам, так, или с полным основанием здесь можно было бы сказать так, в точности как Авраам, в точности как Авраам. Итак, что мы здесь выяснили? Он сказал, стремящиеся к праведности и ищущие Господа, посмотрите на Авраама, отца вашего, посмотрите, как я имел дело с ним. Точно так же я буду иметь дело с вами, и точно то же самое благословение, точно та же самая вера, и точно те же самые результаты, даже лучше. Как и Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Разве он не сказал, посмотрите на Авраама, отца вашего. Аминь. Поэтому теперь мы говорим о нас, как о сынах, или детях Авраама. Как? По вере. По вере. И Писание провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестила предвозвестила проповедовала Евангелие Аврааму. В тебе благословятся все народы. Итак, Писание говорит, что это Евангелие. Помните, когда Иоанн Креститель послал своих учеников поговорить с Иисусом? И они пришли к Иисусу и сказали, знаешь, Иоанн послал нас сюда спросить у тебя, ты ли тот или грядет другой? Тот какой? Что ж, все, что вам нужно сделать, это почитать за Иоанном. И вы увидите, что именно он имел в виду, потому что он говорит, ты ли Христос? Я думал, что ты Христос или грядет другой? А ты просто пророк. И Иисус ответил, вернитесь и скажите Иоанну. И помните, в 4 главе Евангелия от Луки и в книге Деяний говорится, что Иисус проповедовал одну и ту же проповедь, куда бы он ни шел. И после того, как он проповедовал эту проповедь, он учил. Но оно все прежде основывалось на той проповеди. И Петр сказал, что это стало известно по всей Иудее. как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом. Хорошо. И Иисус сказал, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Проповедовать Евангелие нищим или бедным. И нам нужно немного на этом остановиться. Когда всплывает слово бедный, не переключайтесь сразу же мысленно на деньги. И когда я сегодня молился, это снова всплыло. Я просто молился в духе и прокручивал внутри себя эти вещи. И Господь показал мне иллюстрацию этого. Он сказал, Люди используют его должным образом и даже не осознают, что они делают. И я спросил, что ты имеешь в виду? Он ответил, скажем, например, ты встретился с кем-то и спрашиваешь, как поживает тот-то и тот-то? Давно его не видел, как его дела? Ну, знаешь, бизнес у него идет довольно неплохо, но у него уже долгое время слабое. Бедное здоровье. У него что? Бедное здоровье. О, бедный человек. Вы слышали это? Бедный человек. Боже мой, бедняга. Но подождите минутку, он сказал, что бизнес у него идет хорошо. А ладит ли он со своей женой? Да, они живут хорошо. А как их дети? Ну, они даже не знают, где двое из их детей вообще находятся. О, бедный человек. Бедный человек. или же его семья в действительности не в лучшем состоянии. У них с женой полная неразбериха. О, не говори мне этого. О, бедные люди. Пусть Бог их благословит. Бедняги. Мы были правы и не знали этого. Аминь. Понимаете, это и есть быть бедным. возвращаясь к тому, о чем мы говорили, когда Иоанн послал своих учеников к Иисусу, я хочу, чтобы вы послушали сейчас, что Иисус сказал. Хромые ходят, слепые видят, и что? Бедным проповедуется Евангелие. Итак, что он им проповедовал? Главное благословение, которое у них было в Аврааме, потому что они не проповедовали его в синагогах. У большей части тех людей не было ни малейшего представления о том, к чему благословение Авраама вообще имело отношение. И в их сердце и разуме не было ничего, что побудило бы их задуматься о том, что им принадлежало то, что Бог сотворил в Эдемском саду, поскольку они находились под гнетом Рима. Итак, Евангелие это то, что Бог проповедовал Аврааму. Аминь. Бог проповедовал Евангелие Аврааму, говоря, «В тебе благословятся все народы». Итак, давайте вернемся к «Итак». Павел сказал все это, чтобы сказать что-то этим людям в Галате. Каким людям? Этим людям, которые вернулись к вере в то, что их дела впечатает Бога. И что они должны были делать эти дела для того, чтобы жить, вместо того, чтобы ходить верой, как Павел их учил. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Аминь. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою или проклятием». Это сурово. Ибо написано «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом, никто не оправдывается перед Богом или не становится правым с Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Верою во что? Мне нужно это знать. Мне нужно понимать. Мне нужно понимать, о чем он говорил. Если я собираюсь уподобляться Аврааму, мне нужно знать, верой во что? Ну, верой в Бога, да. Но те люди имели веру в Бога. Итак, вера во что? Вера во что? Как Авраам, вернитесь немного назад, Авраам поверил Богу. А что сказал ему Бог? Бог проповедовал ему о том, что он был благословлен. Так во что Авраам поверил? Авраам поверил, что он был благословлен. И из-за того, что он поверил в это, Бог обращался с ним так, как будто Авраам не согрешал. Это вменилось Аврааму в праведность. Праведный верою жив будет. О, брат Копланд, кому-то здесь нужно зарабатывать на жизнь. кто вам это сказал? Понимаете, вера Авраама это вера в главное благословение. Брат Копланд, я думал, что мы должны были иметь веру в Бога. А откуда, по-вашему, мы получили главное благословение? Когда вы начинаете осознавать, что это был Бог, кто благословил, и теперь у вас есть вера в главное благословение, это вера в Бога, который благословил. Разве Писание не говорит, что мы должны иметь веру в имя Иисуса и любить друг друга, или верить во имя Его и любить друг друга? Да, несомненно. Но почему у вас есть это имя? Почему было дано это имя? Почему? Аминь. Это имя и ваше использование его является частью главного благословения. Отец, во имя Господа Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе и прославляем за Слово Божье. Это Слово живого Бога. Отец, и мы приходим перед Тобой сегодня с ожиданием, потому что мы молимся во имя Иисуса и потому что Твое Слово было послано нам. Поэтому мы ожидаем результатов. Мы ожидаем самого лучшего. Ты самый лучший. Твое Слово самое лучшее. Твой Дух самый лучший. Все самое лучшее принадлежит нам. Аллилуйя. И, Отец, я по-прежнему слышу это в Своем разуме и в Своем духе сегодня вечером, как я услышал это сегодня утром. Когда там есть Иисус, оно лучше. Все лучше, когда Иисус есть в этом, на этом, вокруг этого и для этого. И Он для нас и за нас. Слава Богу. Он сегодня в этом здании. И мы молимся, и мы простираемся ко всем тем, кто смотрит нас по телевизору, по спутниковым каналам, ко всем, кто смотрит нашу передачу, ко всем, кто присоединился к этому служению через интернет, и мы воздаем тебе хвалу, честь и славу. Была установлена божественная связь, и мы прославляем тебя, и мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Вы можете садиться. Итак, вера в Бога, вера в Его Слово, вера в имя Иисуса, вера в кровь Иисуса. Почему была пролита кровь Иисуса? Для того, чтобы принести нам искупление. Вам нужна вера в искупление. Вера в кровь Иисуса даст вам веру в искупление. Если у вас будет вера искупление, вам в какой-то момент придется поверить, что вы искуплены, и вам придется начать говорить таким образом, вам придется начать думать таким образом, и вам придется начать поступать таким образом, вместо того, чтобы постоянно говорить, да, но, да, но, понимаете, кто-то должен зарабатывать на жизнь. И так мыслит этот мир. Это то, что они говорят. Они говорят, я зарабатываю на жизнь, я заключаю сделки, я сам себя сделал, я сам всего добился, я сам прокладываю себе дорогу в этом мире. Но оно обогащает. Благословение Господне оно это делает. Итак, Писание говорит, это очень ясно. Человек, который желает обогащаться сам, подвергнет себя многим скорбям. Понимаете? Почему вы желаете быть богатыми? Ну, чтобы я мог быть благословленным. Нет. Вы благословлены не потому, что вы богаты. Вы богаты, потому что вы благословлены. Итак, вот разница. Благословение Господне оно обогащает и печали собой не приносит. Позвольте задать вам здесь еще один вопрос. Откуда пришел тяжелый труд в поте лица? Зарабатывание на жизнь. На хлеб в поте лица или зарабатывание того, что вы получаете. Первым человеком, который зарабатывал на хлеб в поте лица, был Адам. Когда Бог пришел туда и верил ему этот сад, разве он сказал, «Тяжело трудись работой в поте лица». «Благословлен»? Бог сказал «Благословлен». Если я должен в поте лица зарабатывать на жизнь, тогда где мое искупление? Я у вас уже это спрашивал. Я спрошу у вас это снова. Я буду продолжать у вас это спрашивать до тех пор, пока вы это не поймете. Как вы заслужили или в поте лица заработали свое спасение? Многие люди пытались, есть люди, которые думали, что именно так вы его и получаете. Включая одну группу вот здесь в послании Галатам. Именно это они и делали. Они в поте лица зарабатывали свое спасение. О, к хорошему это не приводит, не так ли? Мы поколение благодати. Мы узнали кое-что о благодати. И когда люди только-только начали узнавать истину и получать откровения о рождении свыше, открытое им тогда через служение Мартина Лютера, раньше суть была в том, чтобы зарабатывать спасение. Именно это все и делали. Вы должны были заработать свое спасение. Вы должны были заработать свое прощение. И Мартин Лютер чуть не забил себя насмерть, пытаясь покаяться в своих грехах. И это одно из того, к чему он пришел, отыскивая эти места Писания по всему Ветхому и Новому Завету, в котором говорилось, праведной верою жив будет. И затем Бог начал восстанавливать эти истины. И вторая половина 20 века является наибольшим периодом восстановления истины для тела Христова во всей истории Земли. Аминь. Если мы что-то и узнали, это по вере, чтобы было по милости, по благодати. Аминь. Почему? Дабы это было хорошо известно, что обетование не приложено для всего семени. Не как много вы можете заработать. Не как много вы можете сделать. Эта часть уже завершена. Теперь вы верите, что получаете это. Разве не так? Вы заработали крещение в Духе Святом? Как вы его получили? По вере через благодать. Верно? По благодати через веру. Так что же заставило вас думать, что вам придется зарабатывать свои деньги? Будем ли мы держаться за это старое представление, что финансы и все остальное там отделено от тела Христова? Что мы должны идти туда и работать как собака и лгать, воровать и жульничать всю неделю подобно им, а затем приносить часть этого в церковь? Так оно и было. И из-за того, что так оно было, люди с деньгами контролировали служение. «Я не завишу от моих партнеров. Я люблю их, пусть Бог их благословит. Я не завишу от них в вопросе моих финансов». Нет. «От чего я завишу?» «Я завишу от Бога». Да. «Он мой источник». Да. Но что он использует? Главное благословение. Чем является его слово? Писание говорит в первой главе послания к евреям, что Господь держит все словом силы своей. Что является этим словом? Ну, брат Копланд, это вся эта книга? Да, это вся эта книга. Но вся эта книга связана с первыми словами, которые Бог сказал человеку. Бог держит все словом силы своей, которая есть. плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней и обладайте ею. Вот в чем суть всего его. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, вернитесь снова в послание к галатам. Верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой или проклятием. Ибо написано «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона, а что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведной верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. человек, который пытается заработать на жизнь, должен жить этим. Он привязан к этому. Привязан. «Ну, знаете, брат Копланд, я бы хотел делать больше, но у меня фиксированный доход». Вот откуда оно все приходит. Давайте прочитаем дальше. Христос искупил, это значит уже искупил. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона. Если вы пытаетесь заработать на жизнь, вы прокляты. Почему? Потому что то, что вы делаете, проклято. Что в данном случае является проклятием? что говоря, в общих чертах вы ограничены. Вы близко не имеете того, что Бог планирует, чтобы вы имели. Все, что вы имеете, это то, что вы можете заработать. искупить. конечно, другая часть этого, это то, что вы не находитесь в послушании Слову Божьему, поэтому вы живете в состоянии, что же дальше со мной будет? Итак, Христос Христос искупил нас, скажите, я искупен от проклятия закона. Христос сделался за нас проклятием. Давайте прочитаем это следующим образом. Христос искупил меня от проклятия закона. Христос искупил меня от проклятия закона, сделавшись за меня проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Итак, почему Иисус был сделан проклятием? И почему Иисус пошел на крест? Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы благословение Авраамова распространилось на искупленных. Христос искупил меня от проклятия закона. Христос искупил меня, чтобы благословение Авраамова распространилось на меня, искупленного. Как Авраам. Авраам поверил, что он был благословлен, и Бог размножил его, дал ему умножение. Я верю, что я благословлен, и я ожидаю такое же умножение. В том числе и в финансовом плане. Так что это делает меня свободным. Это делает меня способным идти и делать все то, что Бог призвал меня делать. Потому что сейчас, куда бы он ни говорил мне ехать, я могу туда поехать, я могу делать все, что он говорит делать, не основываясь на финансовой договоренности. Я могу отправиться куда угодно. Поехать куда угодно. Почему? Я искуплен от проклятия. Я искуплен от проклятия. Аминь. Поэтому, если кто-то говорит... Например, Господь говорит мне, «Я хочу, чтобы ты поехал туда-то и туда-то. Я хочу, чтобы ты отправился туда и провел там серию служений». Что ж. Хорошо. Хорошо. А где это? А какая разница? Ну, понимаешь, мне нужно знать, где это находится, поскольку мне нужно знать, есть ли у меня достаточно денег, чтобы добраться туда. Бог не сказал, «Я пошлю тебя туда, потому что ты единственный, у кого есть достаточно денег, чтобы отправиться туда». Нет. Единственная причина, почему он меня туда пошлет, номер один, это потому что это его совершенная воля, чтобы я там был. Номер два. Это место нуждается в том, чтобы быть благословленным. И я его представитель. Я должен поехать туда, высвободить это благословение и научить их тому, как в нем ходить. Аминь. Да, но у меня нет денег. Вот оно. Да, но. Вы своим «да, но» дисквалифицируете себя для работы. И это было очень, это было весьма, это было просто гигантски распространено в теле Христовом. Иисус обрисовал это в четвертой главе Евангелия от Марка. И большинство людей не осознает, что четвертая глава Евангелия от Марка говорит нам о благословении и проклятии. Потому что, когда он говорил о сеятии, лисеющем, слово, подобным образом и посеянное на каменистом месте, означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда они обижаются, сатана крадет из них это слово. И вы помните также, что он сказал, когда сказал, «Посеянное в тернии означает тех, в которых заботы века сего, похоти или давления, пожелания других вещей, входя в них, заглушают слово». Извините. «И обольщение богатством». Там не сказано «богатство». Там сказано «обольщение» тем, что вы должны его заработать, и тем фактом, что если у вас есть деньги, вы благословлены. Нет, нет. Он сказал, что если вы позволяете этому входить в вас, что оно делает? Оно заглушает слово Божье. Что такое слово Божье? Главное благословение. Разве не так? Оно делает что? Становится чем? Что такое главное благословение? Плодитесь и размножайтесь. Слово становится бесплодным. Аминь. Итак, каждый человек из этой группы, все они слышали слово Божье, когда сеятель его сеял. Все приняли его. Оно вошло в сердце каждого из них. Но 75% из них, через страх и через давление, не удержали его. И слово оказалось бесплодным. И что произошло, когда они не удержали его? Вошло проклятие. Итак, в чем тут суть? Я хочу, чтобы вы послушали меня очень внимательно, поскольку оно справедливо и сегодня. 25% получили 100 крат. Одни получили 30, другие 60, а некоторые 100 крат. Итак, 25% из этой группы оплачивают все счета на 100%. Почему? Потому что они ходят в главном благословении, а остальные нет. Они по-прежнему пытаются этого добиться. Если вы будете изучать религию, особенно христианизм, религии, которые были сделаны из христианства. Христианство – это не религия. Но из него сделали разные религии. И когда вы смотрите на христианизм, и вы смотрите, просто оцените, разберитесь с них и посмотрите, какова их цель. Каждая из них является попыткой удерживать вас в проклятии. Каждая из них – это попытка удерживать вас в проклятии. И я сказал, что это освобождает меня, чтобы следовать совершенной воле Божьей. Аминь. Потому что я не забочусь. Аминь. Я не забочусь. Итак, о чем я говорю? Иисус сказал, «В мире будете иметь скорбь». Слово, переведенное там как «скорбь», означает «печали» и «давление». Там не говорится о болезнях и немощах. Там говорится о печалях и давлении. И всех этих вещах, которые, входя, заглушают Слово Божье. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Почему я должен мужаться и не унывать, когда мне приходится сражаться с каждым бесом в Южном Техасе? Почему? Почему я должен мужаться и не унывать, когда на меня приходит все это давление? Потому что тот же самый апостол Иоанн, человек, которому Иисус доверил заботу о своей матери, старец Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, и процитировал Иисуса, сказав, «Мужайтесь, я победил мир». Вы открываете пятую главу первого послания Иоанна, и там говорится, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Иисус победил мир. Начнем с того, что у Него не было с этим никаких проблем. Итак, «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Я хочу у вас кое-что спросить. То есть Иисус победил мир верой? Должно быть это. Победа, которая побеждает мир, верно? Он должен был сделать это верой. Если бы Он не сделал это верой, Он не смог бы угодить Отцу. Аминь. Да, ну Иисус... Знаете, да, брат Коплан, понимаете, это был Иисус, и у Него есть это... Я имею в виду, Он Бог. У Него есть вся эта вера. Нет, Он не служил здесь, как Бог. Поэтому Он не использовал веру, которая недоступна нам с вами. Он был благословлен? Он ходил в главном благословении? Он служил в нем? Все, что Он делал, было чем? Верой Авраама. Это нас к чему-то приводит? Я имею в виду, что Иисус делал все, что Он здесь делал, как Авраам. Как Авраам. Позвольте мне перейти сюда. Как Авраам. Как Авраам. Как Авраам. Как Авраам. Как Авраам. И у нас с вами есть то же самое обетование и доступ точно к тому же, как Авраам. Понимаете? Это слово живого Бога. Отец. И мы приходим перед тобой сегодня с ожиданием, потому что мы молимся во имя Иисуса. И потому что твое слово было послано нам. Поэтому мы ожидаем результатов. Мы ожидаем самого лучшего. Ты самый лучший. Твое слово самое лучшее. Твой дух самый лучший. Все самое лучшее принадлежит нам. Аллилуйя. И, Отец, я по-прежнему слышу это в своем разуме и в своем духе сегодня вечером, как я услышал это сегодня утром. Когда там есть Иисус, оно лучше. Все лучше, когда Иисус есть в этом, на этом, вокруг этого и для этого. И Он для нас и за нас. О, слава Богу! Он сегодня в этом здании. И мы молимся, и мы простираемся ко всем тем, кто смотрит нас по телевизору, по спутниковым каналам, ко всем, кто смотрит нашу передачу, ко всем, кто присоединился к этому служению через интернет. И мы воздаем тебе хвалу, честь и славу. Была установлена божественная связь. И мы прославляем тебя, и мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Вы можете садиться. Давайте обратимся к книге Деяний. И давайте узнаем, зачем Он его послал. Зачем Он его послал? Третья глава Деяний. Помните? Петр и Иоанн проходили мимо красных дверей храма. Сидевший там хромой получил исцеление. И тогда Петр встал и начал проповедовать, сказав, пусть у вас не складывается представление, будто ноги этого человека укрепились благодаря нашей святости или нашему особому призванию. И эта ошибка совершалась снова, снова и снова. Ну, это работает для вас, брат Коплан, потому что вы проповедник. Я знаю проповедников по всему миру, для них это не работает. Так уж получилось, что это моя работа, это то, что я призван делать. И мы упоминали это, говоря про Исаака. Что происходило с Авраамом, Исааком и Иаковом? То же самое относилось и к Иакову. Разве это не предназначалось для Авраама и его семени? Но в доме Иакова не было никого, кто бы ходил в этом. Они все нарушали это, говорю вам. Они нарушили все, что Бог сказал Аврааму, Исааку и Иакову делать и кем быть. Это была неприятная группа людей. Поэтому Бог, для того, чтобы исполнить клятву, которой он поклялся, и благодаря которой они могли быть благословлены, но они все жили в проклятии. Давайте снова вернемся к книге Деяний. Петр проповедовал им, и в заключении своей проповеди он сказал в 22 стихе. Моисей сказал отцам, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка, того, истребится из народа». И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии. «Вы, вы». И он обращался там к иудеям. И он сказал, «Вы сыны пророков Изавета, или вы дети Изавета, который завещал Бог отцам вашим, или данной клятвы. «Говоря Аврааму и всеми не твоем благословятся все племена земные». Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас. Откройте сейчас Евангелие от Луки. Пятидесятый стих. И последняя, двадцать четвертая глава от Луки, пятидесятый стих. Это, как вы увидите, сразу же после того, как Иисус полностью завершил свое личное служение здесь, на земле, буквально за секунды, как Он вознесся. Посмотрите. «И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их». И мы знаем, что Он сказал. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней и обладайте ею». Разве это не то же самое, что «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Помните, Он сказал, «Я говорю только то, чему был научен Отцом и что слышал Его говорящим». Если Иисус сказал это, значит, Бог уже это сказал. Иначе Иисус бы этого не говорил. Поэтому мы знаем, что Он сказал. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Сила благословения, произнесенная Его устами, начала поднимать, возносить Его. Он покинул эту землю с благословением Божьим на своих устах. И Он отправился на небеса с благословением Господнем на своих устах. И Он воссел по правую руку Отца, первосвященник, по чину Мелхиседека. Слава Богу! Слава Богу! Я искуплен, и я благословлен. Я пойду туда, куда Бог хочет, чтобы я пошел. Я буду делать все, что Он хочет, чтобы я делал. Я живу верой. Как я зарабатываю на жизнь? Верю Богу. Послушайте, то есть вы хотите сказать, брат Копланд, что я могу перестать работать? Нет, вы не можете перестать работать. Но вам, конечно же, лучше перестать, тяжело трудиться в поте лица. Аминь. Хорошо, хорошо, хорошо. Не открывайте это место, я просто могу рассказать вам. Помните, когда Иисус сказал своим ученикам закинуть сети для лова? Он ведь не сказал, «Закиньте свою сеть и посмотрите, что вы поймаете». Он сказал, «Закиньте свои сети для лова». Для лова. И вы помните все то, что наговорил там Петр? И Петр сказал, «Мы трудились в поте лица всю ночь и ничего не поймали». Как будто он говорил Иисусу что-то, чего тот и так уже не знал. Вот иудей, который, по его собственному свидетельству в книге «Деяний», никогда-никогда не ел ничего нечистого. Он никогда не нарушал законов, касавшихся еды. То есть, это означает, что он соблюдал закон. И он был рыбаком. Он был бизнесменом. И он был благословлен до определенной степени. Ему следовало знать кое-что большее. Поскольку то, что праведной верой жив будет, не является чем-то новым в Новом Завете. это уже было в Слове Божьем. И он трудился в поте лица всю ночь и ничего не поймал. Поэтому Петр не видел никакого смысла закидывать свои чистые сети снова. Считай, ведь мы все равно ничего не поймаем. И помните, я сказал вам, что вы ограничены, вы связаны. Итак, что произошло? Его слова осуществились. Он сказал, потому что ты хочешь, потому что ты, Иисус, сказал это, я закину сеть. Сеть. Это единственный случай во всем Новом Завете. И это был не единственный случай, когда они поймали больше рыбы, чем могли увезти. Но это был единственный случай, когда их сеть прорвалась, потому что больше они не принимали такого же глупого решения. Они поймали так много рыбы, они поймали в своей сети так много рыбы, там, в Евангелии после того уже как Иисус воскрес из мертвых. Они ловили так, что не могли вытащить сети. Почему сети не прорвались? Это были хорошие сети. А здесь Петр закинул старую сеть. Мы все равно ничего не поймаем. Этот проповедник, Иисус, что он знает о рыбной ловле? Любой, кто захочет ловить рыбу здесь, на этом озере, в дневное время не сможет ничего поймать, поэтому мне незачем зря пачкать все мои сети. Моя жена ждет меня на обед. Я проработал всю ночь, мне не хочется снова проходить через все это. Поэтому Петр закинул одну сеть, думая, мы все равно ничего не поймаем. Мы быстро с этим разберемся. И мне все равно, вымою я эту старую сеть или нет. Она все равно плохая. Без шуток. Та сеть порвалась. Итак, что сказал Петр? Мы трудились в поте лица всю ночь и ничего не поймали. И он по-прежнему так ничего и не поймал. Главное благословение вовсю работало. А он ничего не поймал. Осуществилось. Не так ли? Почему? Он по-прежнему трудился в поте лица. Он по-прежнему был связан. Ну, брат Коплант, я этого не понимаю. Если я, если я не буду работать, я не сказал, что вам не нужно работать. Я сказал, работайте там, где вы должны работать. И идите туда, потому что Бог вас туда послал, а не чтобы зарабатывать на жизнь. Почему вы идете учиться? Ну, брат Коплант, знаете, я должен пойти учиться. Я должен получить это образование. Конечно, знаете, в это время без образования ни у кого в этом мире не получится. Ни у кого не получится что? Ну, знаете, ни у кого ничего не получится в этом мире, если у него не будет... Ну, хорошо, никто не сможет свести концы с концами в этом мире. Ну, вы пока до сих пор просто сводили концы с концами. Позвольте мне сказать вам, что вы делаете. Вы применяете веру в вавилонскую систему, и это убьет вас. Вы применяете веру. Вы можете получить много денег и начать применять веру в них. И вера в деньги является очень, очень опасной. Очень, очень опасной. Потому что это будет подталкивать вас к тому, чтобы принимать решения, которые вы не должны принимать. Вы начинаете принимать решения как бедный человек. Итак, как это все меняет? «Я благословлен с Авраамом». Здесь говорится, что если я буду стремиться к праведности, если я буду искать Бога, мне нужно смотреть на Авраама, от которого я был рожден. Ну, я думал, Иисус был нашим примером. Да. То, как Иисус следовал за Авраамом, является для нас примером. То, как Иисус ходил верой, является для нас примером. И то, как мы себя ведем, это поистине подражая Иисусу. И он является благословленным. Аллилуйя. Но что я буду делать, если меня уволят? Может, вам стоит подумать об этом. Как вы отреагируете, если они в один прекрасный день возьмут и уволят вас? Брат Копланд, они уволили меня безо всякой вообще на то причины. Никто, никто, кем бы они ни были, не могут остановить вас. Нет, нет. Никто. Хотя, позвольте мне немного изменить это. Есть один человек, который может остановить вас. Вы. Каким должно быть ваше отношение? Что ж, во-первых, мне нужно остановиться и задуматься. Так, подождите минутку. Меня только что уволили с этой работы. И здесь все идет не очень хорошо. Что? Нет, мне не нужно анализировать их проблемы. Мне не нужно анализировать их поведение. Мне не нужно анализировать, что они сказали. Мне не нужно анализировать, что они сделали. Моя первая реакция, и говорю вам, это дается нелегко. Вы должны проводить много времени в течение лет, будучи полностью решительно настроенными утешаться заповедью Божьей. Благословен человек, который боится Господа и утешается его заповедями. Слушайте голос Господа, Бога вашего, соблюдайте его заповеди и делайте то, что он сказал вам делать, и все эти благословения придут на вас и исполнятся на вас. Поэтому это не кто-то другой поместил меня под проклятие. Это был я сам. И моей первой реакцией должно быть «О, подождите минутку, отец, где я здесь что-то упустил? Мне нужно знать, что здесь происходит. Если у кого недостает мудрости, да просит у Бога». Писание говорит, что нет незаслуженного, беспричинного проклятия. Нет проклятия без причины. Ну, я не понимаю, почему на меня это пришло, оно просто обрушилось на меня, оно просто пришло на меня. Я не сделал ничего, чтобы заслужить это. Вам лучше забыть о том, чего вы заслуживаете. Не заводите перед Богом разговор о том, чего вы заслуживаете, а чего нет. Вам лучше не знать, чего вы заслуживаете. Что вам лучше знать, так это благодать поверия. Благодать поверия. Аминь. Что мне лучше знать, так это, не нарушил ли я здесь любовь Божью? Не вышел ли я здесь из Его воли? Что я здесь делал, чтобы привести к этому? Что за этим стоит? Что вызвало это? Что бы это ни было? Чтобы это ни было, такова моя первая реакция. Что я здесь делал? И что мне нужно сделать, чтобы исправить это? Аминь. Аллилуйя. Отец, во имя Господа Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе и прославляем за Слово Божье. Это Слово живого Бога. О, Отец! И мы приходим перед Тобой сегодня с ожиданием, потому что мы молимся во имя Иисуса и потому что Твое Слово было послано нам. Поэтому мы ожидаем результатов. Мы ожидаем самого лучшего. Ты самый лучший. Твое Слово самое лучшее. Твой Дух самый лучший. Все самое лучшее принадлежит нам. Аллилуйя. И, Отец, я по-прежнему слышу это в Своем разуме и в Своем Духе сегодня вечером. Как я услышал это сегодня утром. Когда там есть Иисус, оно лучше. Все лучше, когда Иисус есть в этом, на этом, вокруг этого и для этого. И Он для нас и за нас. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу. Была установлена Божественная связь, и мы прославляем Тебя. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Вы можете садиться. Если у вас есть с собой Библия, я хочу, чтобы вы открыли ее на 51 главе книги пророка Исаии. Исаия, 51 глава. Начиная с первого стиха. Послушайте меня, стремящиеся к правде. Или праведности. Да, это я, слава Богу. Ищущие Господа. Ну да, ты обращался ко мне, не так ли? Взгляните. Послушайте меня. Стремящиеся к праведности. Ищущие Господа. Взгляните. Да, спасибо Тебе, Господь. Стремящиеся к праведности. Ищущие Господа. Я скажу вам, куда смотреть. Разве не это Он сказал? Стремящиеся к праведности. Ищущие Господа. Что сказал Иисус? Ищите прежде Царства Божьего и правды или праведности Его. Поставьте это на первое место. Итак. Послушайте меня. Послушайте меня, стремящиеся к праведности. Ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены. И в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо Я призвал его одного и благословил его и размножил его. Давайте узнаем, что является благословением Авраама. и затем определимся с этим. Аминь. Давайте узнаем из Слова Божьего от Бога. Что является этим благословением Авраама? Итак, вот библейское определение благословения, пребывавшего на Аврааме. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его как рай и степь его как сад Господа. «Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». Это то же самое благословение. Аминь. Оно должно быть с тем же самым благословением, потому что то благословение было и является совершенной волей Божьей для всех людей на все времена. Идемский сад. Я имею в виду, что это первая вещь, которую Он сделал для человеческой семьи. Аминь. А Он когда-либо изменяется? Это была Его совершенная воля для всех людей на все времена. Аллилуйя. Если она ей была, она по-прежнему ей является. Поэтому теперь мы видим, когда мы говорим о главном благословении. Вот о чем мы говорим. Вот о чем мы говорим. Когда мы говорим о разнице между просто благословением и главным благословением. Это главное благословение. И все благословения стоят под ним. Нет благословения вне главного благословения, поскольку именно главное благословение его и производит. Давайте обратимся сейчас к первой главе послания к Ефесянам. Мы начнем читать с первого стиха. Павел, волею Божью апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Это означает, что Он избрал нас в Нем еще до того, как был насажден Эдемский сад, еще до того, как был благословлен Адам. Здесь говорится, что Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Он дал всем нам это еще до того, как Он это сделал. Это в такой же мере принадлежит нам, как оно принадлежало Адаму. Неудивительно, что Он потратил последние шесть тысяч лет на то, чтобы вернуть это обратно. Фактически, даже больше времени, Бог начал возвращать это обратно в тот день, когда Адам согрешил. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас или принял нас. Скажите, я принят. Это что-то хорошее. В возлюбленном, в котором мы имеем искупление. В котором мы имеем искупление. В котором это в ком именно? В Иисусе. Себе через Иисуса Христа, в котором мы имеем искупление кровью Его прощения грехов по богатству благодати Его. И то, что Господь положил мне на сердце дать вам, за что Он желает в своем сердце, чтобы вы сегодня ухватились, это следующее. Мы искупленные и мы наследники. В котором мы имеем искупление кровью Его. Вы Его имеете? Тогда скажите это. Я имею искупление кровью Его. Поэтому Я искупленный. И Он и Его кровь Мой искупитель. Итак, схватитесь за это. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Мы искупленные. Давайте обратимся к 3 главе послания к Галатам. 1 стих. О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? У вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос как бы у вас распятый. Давайте распутаем здесь эту языковую конструкцию. у вас перед глазами был предначертан Иисус Христос. Иисус Христос был предначертан у вас перед глазами с доказательством. Он мог бы сказать нам сегодня в точности то же самое. Боже мой, если у какого-то поколения было доказательство, так это у нас. Мы являемся благословленным поколением, у которого есть кино и фотопленка, а в последнее время мы продвинулись в этом еще дальше. Но 20 век это первый век, который от начала и до конца был заснят на пленку. На пленку засняты все войны, и у нас есть заснятая на пленку история практически всего, о чем вы только можете подумать, включая благодарение Богу за Орел Робертса, включая Иисуса, проявляющего себя как целителя, как целителя, чудотворца, Божьего. Это было предначертано перед нами явно. Очевидно. У нас меньше оправдания, чем было у них. И он назвал их несмысленными, какими это делает тогда нас. Напрашивается слово глупыми. Нет, фактически плотскими. Вот библейское слово для этого. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере. Так ли вы несмысленны, что начавши духом, теперь оканчиваете или стали ли вы совершенными, достигли ли вы зрелости посредством закона или считая, что вы можете принести естественную физическую жертву и привлечь внимание Бога, и Он что-то для вас делает. столь многое потерпели вы? Неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса. через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Произошло ли это потому, что кто-то пришел сюда и учил и проповедовал дела и закон Ветхий Завет или же это произошло среди вас, когда Я пришел сюда и проповедовал вам главное благословение и вы поверили в это. Я проповедовал вам Иисуса, воскресшего из мертвых, и Бог использовал это как доказательство. так Авраам о, подчеркните это, поскольку фактически это название моей проповеди. Как Авраам так или с полным основанием здесь можно было бы сказать так в точности как Авраам. Итак, что мы здесь выяснили? Он сказал, стремящиеся к праведности и ищущие Господа. Посмотрите на Авраама, отца вашего. Посмотрите, как я имел дело с ним, потому что, как я имел дело с ним, точно так же я буду иметь дело с вами. и точно то же самое благословение, точно та же самая вера, и точно те же самые результаты, даже лучше. Как и Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Разве он не сказал, посмотрите на Авраама, отца вашего? Аминь. Поэтому теперь мы говорим о нас, как о сынах или детях Авраама. Как? По вере. По вере. И Писание провидя, Евангелие, Бог верою оправдает язычников, предвозвестило или проповедовало Евангелие Аврааму. «В тебе благословятся все народы». Итак, Писание говорит, что это Евангелие. Верните снова в послание Галатам. «Верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятву или проклятием, ибо написано «проклятся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере. Не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. человек, который пытается заработать на жизнь, должен жить этим. Он привязан к этому. «Ну, знаете, брат Копланд, я бы хотел делать больше, но у меня фиксированный доход». Вот откуда оно все приходит. Давайте прочитаем дальше. «Христос искупил». Это значит «уже искупил». Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона. Если вы пытаетесь заработать на жизнь «вы прокляты». Почему? Потому что то, что вы делаете, прокляты. Что в данном случае является проклятием? Что ж, говоря в общих чертах, вы ограничены. Вы близко не имеете того, что Бог планирует, чтобы вы имели. все, что вы имеете, это то, что вы можете заработать. И, конечно, другая часть этого, это то, что вы не находитесь в послушании Слову Божьему. Поэтому вы живете в состоянии, что же дальше со мной будет? Итак, Христос искупил нас, скажите, я искуплен, от проклятия закона. Христос сделался за нас проклятием. Давайте прочитаем это следующим образом. Христос искупил меня от проклятия закона. Христос искупил меня от проклятия закона, сделавшись за меня проклятием, Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе». Итак, почему он был сделан проклятием? И почему он пошел на крест? Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Дабы благословение Авраамова распространилось на искупленных. Христос искупил меня от проклятия закона, чтобы благословение Авраамова распространилось на меня, искупленного. Как Авраам. И я закончу следующим. Разве вы не помните, что Иисус сказал Своим ученикам? «Как Отец послал меня, так и Я посылаю вас». Откройте сейчас Евангелие от Луки. Пятидесятый стих. И последняя, двадцать четвертая глава Луки, пятидесятый стих. Это, как вы увидите, сразу же после того, как Иисус полностью завершил Своё личное служение здесь, на земле. Буквально за секунды, как Он вознесся. «И вывел их вон из города, до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их». И мы знаем, что Он сказал. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней и обладайте ею». Разве это не то же самое, что и «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению»? Помните, Он сказал, «Я говорю только то, чему был научен Отцом и что слышал Его говорящим». Если Иисус сказал это, значит, Бог уже это сказал, иначе Иисус бы этого не говорил. «Поэтому мы знаем, что Он сказал». Но посмотрите на это. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Сила благословения, произнесённая Его устами, начало поднимать, возносить Его. Он покинул эту землю с благословением Божиим на своих устах, и Он отправился на небеса с благословением Господнем на своих устах, и Он воссел по правую руку Отца, первосвященник, по чину Мелхиседека. Слава Богу! Каждая пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днём пожертвования. Помните, в Евангелии от Иоанна 10.10 Иисус сказал, «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Фактически, в греческом оригинале говорится, «пока она не будет переливаться через край». «Переливаться через край». И это слово «жизнь», которое Он здесь использовал, это слово «зоэ», «жизнь», «сама жизнь Бога». «Я пришёл для того, что вы могли иметь в себе жизнь Бога и иметь её с избытком, пока она не будет переливаться через край». Аллилуйя! Слава Богу! Я верю в это! Аминь! Это жизнь, это то, что делает Бога Богом. И затем мы обращаемся сюда, к 6 главе, послания к Галатам. «Наставляемый словом, отвечай! Или делись! Всяким добром с наставляющим». Вы отвечаете, вы реагируете на это слово, которое вы услышали. Не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт. Поэтому из этого вы можете видеть, что реагируете или отвечаете вы тем, что сеете что-то, предпринимаете действие, делаете что-то, чтобы привести это слово в действие. И послушайте дальше. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух, от духа пожнёт жизнь вечную». То слово, которое вы слышали всю неделю, наполнено Зоа. Это жизнь Бога. Божье слово — это жизнь. Оно свет. Оно любовь. Оно Бог. И когда вы говорите, «Это моё, я принимаю это, и я высвобождаю это в моём духе, чтобы оно текло через мой дух в мою плоть», вместо того, чтобы моя плоть восставала и говорила, «Этот проповедник хочет только получить твои деньги». Суть здесь не в этом. Суть в общении, в связи с Богом. Аминь. Итак, «Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Поэтому стойте на слове Божьем. Отец, открывай. Открывай людям, как эти пожертвования влияют на их жизнь, и что им следует делать. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы живёте за пределами Соединённых Штатов, ваши пожертвования не уходят в США. Они будут благословлять вас и использоваться в вашем регионе. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на вашем экране. До встречи на следующей передаче. А пока помните следующее. Иисус Господь.